Его защищают юнкера и женский батальон. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, говорит Ленин. Антонов-Овсеенко, Чудновской и Подвойской руководят штурмом Зимнего. Революционные отряды ждут сигнала. КОНЕЦ 21.45 Провел час истории. Вот его образ, созданный искусством. КОНЕЦ У каждой лестницы, каждый выступ проли, Переходивая через юнкеров, Как будто водою комнаты полня, Тихли, сливались над каждой потерей, И спадки вспыхивали жарче полдня. За каждым диваном, у каждой портьеры, По этой анфиладе, Приветствиями ораной, Монархам, несущим короны клады, Вархатными залами, Раскатистыми коридорами, К примере, пилились сапоги-приклады. КОНЕЦ Временное правительство не сложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, Создание советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Гражданам России, временное правительство не сложено. Гражданам России, да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Гражданам России, да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Гражданам России, да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. О взвольном толпа, разобырев груди, покрывала песней фейерверк сведений. Впервые место, и это будет, пели, и это есть наш последний. Второй Всероссийский съезд Советов провозгласил советскую власть, принял ленинские декреты о мире и земле. Какой нравственной силой надо было обладать, чтобы в разгар войны и шовинистической пропаганды сформулировать стратегию мира, выступить с осуждением войны, как величайшего преступления против человечества. Декрет о мире становится признанной хартией международной политики пролетарской демократии. С большим революционным подъемом делегаты съезда утвердили декрет о земле. Помещича собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выгуба. Этим историческим актом первое в мире государство рабочих и крестьян отдало землю тем, кто на ней трудится. Крестьяне получили более 150 миллионов гектаров земли. С докладом о мире выступил Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя крещуренными глазами маслый грудар и ждал, по-видимому, не замечая нарастающую овацию, длилшуюся несколько минут. Когда настигла, он коротко и просто сказал. Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка. Новый потрясающий грохот человеческой бури. Так описал эти минуты Джон Лерит. Второй съезд Советов сформировал Советское правительство. Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Победа восстания в Петрограде вызывает революционную бурю по всей стране. Вторая столица сразу же поддерживает Питер. Но революционные силы встречают ожесточенное сопротивление контрреволюции. Первого ноября революционные отряды переходят в решительное наступление. В центр к опорным пунктам контрреволюции взят Большой театр. Взята гостиница «Метрополь». Теперь на Красную площадь. Подавлен последний очаг контрреволюции. Советская власть проходит победным, триумфальным шествием из конца в конец огромной страны. Начинается строительство государства нового типа. Государство диктатуры пролетариата. Партия направляет энергию масс. Революционное творчество рабочих и крестьян – неодолимая созидающая сила. В Смольной, в кабинет Ленина, сходятся все нити управления страной. Здесь рождаются декреты и государственные акты, раскрывающие демократическую сущность пролетарского государства. Совнарком проразглашает равенство и суверенность народов России. Это первый шаг к созданию Союза Советских Социалистических Республик. Устанавливается восьмичасовой рабочий день. Общенародным достоянием становятся музеи, библиотеки, театры, печати. Провозглашается величайший поход против неграмотности. Начинается культурная революция. Первые декреты советской власти. Они положили начало преобразованием, раскрепостили творческие силы освобожденного народа. Эхо октября прокатилось по планете. Революция в Германии и Австро-Венгрии. Массовые революционные выступления рабочих Европы и Америки. Национально-освободительное движение в колониальных и зависимых странах. Сбывается предвидение Маркса и Энгельса. Капитализм, последний эксплуататорский строй на Земле, исторически обречен. Десять дней потрясли мир. Полвека изменили его. Полвека изменили облик нашей страны. Высоко подняв над миром зажженный Великим Октябрем факел социализма, советский народ, ленинская партия, идут по верному пути к цели, к построению коммунизма. Чем дальше отходит от нас этот Великий День, тем яснее становится значение пролетарской революции в России. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...